здравствуйте дорогие рукодельницы подписчики гости вы на канале лоскута мания и с вами я марина сегодня мы делаем подарок на 8 марта вот такую замечательную очень вместительную косметичку для девочки я решила сделать вот такую декоративную лоскутную полосочку шириной 10 сантиметров нарезала вот такие лоскутики по 3 сантиметра и из них на основу из лизелина будем нашивать их в виде косички вот для начала работы я беру треугольник я разрезала просто квадратно пополам и у нас получился прямоугольный треугольник вот это будет наше начало и теперь берем лоскутик и к стране треугольника поочередно будем пришивать вот сначала к одной стране пришили и потом к следующей буду пришивать также прикладываем лицо к лицу прошиваем отгибаем и вот у нас уже получился первый ряд наших лоскутиков так и дальше продолжаем нам вот эту декоративную полосочку нужно сделать 40 сантиметров длиной вот так вот аккуратно поочередно прикладываем полоску лицо к лицу работаем прошиваем и отгибаем потом после того как мы заполним всю основу мы отгладим свою работу и наши лоскутики наши полосочки очень хорошо выровняться и приклеиваться к основе флизелина вот посмотрите вот я потихонечку продвигаюсь и делаю вот эту декоративную отделочку для нашей косметички я отрезаю сейчас сначала произвольно вот наши полоски потому что потом я буду все аккуратно отрезать по нашему размеру задуманному вот посмотрите как интересно получается вот этот метод пришивания полос называется косичка вот мы и заполнили заготовочку теперь нужно ее осноровить отрезаем на мате воспользуемся воспользуемся своей линеечкой разметку линейки совмещаем с краем на нашей заготовки а другой край отрезаем и торцы отрезаем для косметички мы берем вот термостежку 40 на 32 и вот так вот посередине прикладываем сначала и потом прошиваем свою вот эту декоративную полосочку она будет очень оживлять косметичку потом вот эту заготовку мы наклеиваем на флизелин вот видите я аккуратно прошиваю нашу полосочку декоративную вот флизелинчик наклеенный вот заготовочка уже такая плотненькая становится для крепости я еще вот немножечко простегаю вот по термостежки поставил декоративную строчечку трикотажную вот видите как она красиво получается сейчас вот переверну на изнаночку вот видите вот на изнанке хорошо видно вот эту строчку тоже так вот наша заготовочка наш вверх косметички сделан уже для изнаночки я беру тоже такую такого же размера ткань вот и также наклеиваю на флизелин для крепости для плотности также размер 40 на 32 вот две заготовочки у нас есть для косметички для верха нужно молния 25 сантиметров и вот берем две штучки 22 на 6 это обтачки вот к молнии так и вот косметичка наша будет как бы иметь внутренний карман на молнии в середине вот нам нужно 25 на 21 вот из верха и из по из подкладочки вот лоскутики такие вот такой вот будем делать кармашек и молния 18 сантиметров длиной вот эти заготовочки мы тоже наклеиваем на флизелин и сейчас будем делать вот этот внутренний карман молнию мы вот видите собачкой от себя прикладываем и лицо к лицу прикладываем основу и подкладочку и прошиваем вот с одной стороны молкию мы уже пришили раскрываем вот как книжечку это все дело и прокладываем вот еще строчку как бы отшиваем вот нашу молнию отсрочку делаем так прошили теперь прикладываем уже собачка у нас смотрит на нас прикладываем лицо к лицу вот основную ткань и подкладочку и прошиваем второй вторую сторону молнии поворачиваем также делаем от строчку и складываем напополам вот видите вот с двухсторон на точку у нас уже сделаны вот отрезаем молнию по размеру и вот прошиваем боковые швы вот такой вот хороший отшитый кармашек у нас уже получился вот видите вот там внутри подкладочка а сверху вот это лицо вот такой кармашек у нас будет внутри косметички теперь будем будем делать ограничители для молнии для этого берем 2 лоскутика 5 на 6 начало и и конец молки отшить планочками и вот обтачку мы вот так вот на изнаночку ворачиваем прошиваем вот эти вот торцы выворачиваем и у нас вот получается таких вот две штучки обтачки на молнию вот сейчас я вам пока показываю как это буду делать вот ее уже за кадром я сделал вот такие вот видите ограничители как бы для молнии вот она хорошо ходит у нас молния вот мы его так напополам складываем отмечаем середину молнии берем вот обтачки вот видите я уже их прошила от гладила тоже находим середину отмечаем ну вот одну и вторую сразу две обтачки середину находим и теперь мы должны прошить вот так вот совмещаем середину молнии и середину нашей обтачки прикалываем иголочками чтобы у нас никуда ничего не съехала вот и здесь закалываем вначале вот так вот таким вот образом и теперь на машинке вот так вот буквы п мы прошиваем и вот сюда выходим вот с одной стороны и с другой стороны вот так вот мы от приготавливаем отделываем молнию так вот одну сторону я уже прошел и вот так вот буквы п и теперь вот прошиваю вторую сторону вот иголочки убираем вот видите так теперь мы находим середину нашей косметички и лицо к лицу прикладываем вот нашу молнию с обтачками вот видите все притачиваем вот с одной стороны и с другой стороны прошивая иголочка убираем чтобы они не мешали нашей работе все делаем закрепочки в конце шва и теперь вот лицом к лицу прикладываем подкладку я вот на подкладке провела линию чтобы мне было видно я аккуратно прошила притачала подкладку и косметичку вот мы прошили теперь нам нужно прошить вторую сторону подкладки и косметички вот так вот мы прикладываем также лицом к лицу совмещаем середины и пришли прошиваем в начале и в конце шва а середину оставляем для выворачивания вот это понятно да дальше мы отмечаем вот на косметичке и на подкладке в уголках по четыре сантиметра с каждой стороны и вот сейчас вот на подкладку мы вставляем карман и прошиваем вот боковой шов с одной стороны потом подтягиваем вот наш карман и прошиваем вторую сторону и потом с четырех сторон прошиваем уголочки вот тем самым мы шьем нашу косметичку уголочки вот мы делаем тоже закрепочками шовчики что все было надежно прошито и теперь вот то отверстие которое мы оставляли мы выворачиваем и вот у нас получается косметичка вот посмотрите вот здесь вот отверстие для выворачивания у нас остается вот мы должны сделать последний шовчик вот здесь вот мы прошиваем и вот это отверстие зашиваем и делаем острочку подкладочки и косметички потом я вот здесь вот немножечко защипила такие защипчики сделала вот в боковушечках нашей косметички и вот ее нагрузила вот посмотрите какая вместительная получилась косметичка вот я специально вам показываю сколько предметов у меня поместилось вот в эту косметичку и ручка и отвертка и рулетка и зажигалки и вот посмотрите коробочка с булавочками и много много мелочей нож мой дисковый и вот посмотрите какие такие большие шпульки ниток вот сколько вещей поместилось в эту косметичку у меня получилось три три отделы один середине на замочке вот у меня пять шпулек туда поместилась вот в этот карман и два таких открытых кармашка вот это здорово очень много вещей можно загрузить в такую косметичку она предназначена может быть не только для косметики но для каких-то мелких таких вот предметов как нитки коробочки какие-то вот видите очень удобная вместительная косметичка посмотрите и вот симпатичные вот это вот отделочка посмотрите какое донышко большое у меня получилось удобная молния надежная прошитая косметичка ну что ж мои хорошие вот и подарочек на 8 марта готов я прошу подписаться кто не подписан заходите на мой канал ставьте пальчики вверх до новых встреч пока пока